Когда мы взлетаем, я вновь дышать могу, и ряд вокруг становится раем. Просто когда мы взлетаем, когда мы взлетаем, я гибну лишь от мысли, что я это все потеряю. Йо-йоу, всем привет, всем здравствуйте, дорогие друзья и зрители моего канала. С вами сегодня я, Влад Экпорт, и сегодня со мной, конечно же, опа, тяночка, опа, тяночка вставай, ничего страшного. Кто упал это? Упала Вайлетт, она тоже сегодня со мной, друзья мои, вот она, прекрасная, невероятная, она шикарная. Вайлетт почему-то все в комментариях вижу, там, надоело, все устали от него, ну нет, она всегда со мной, вот она, да, красивая. Но скоро мы ее тоже поменяем, у меня там, в общем-то, очень много еще припасенесиноток, тяночек, между прочим, да. Но сегодня у нас заказ от прекрасного Маширо, который, собственно, мне задонатил две реакции, да, и сейчас я буду, собственно, одну из этих реакций смотреть. Значит, читаю, что ты мне пишешь, то есть ты мне вчера задонатил, и огромное тебе спасибо за поддержочку. Надеюсь, у тебя все хорошо, но, в общем-то, ты мне писал, что у тебя не все очень хорошо. И я желаю, чтобы все проблемы прошли, и, короче, всем добра, всем позитива, само собой, да, я хочу, я люблю всех добрых людей на этом свете. Надеюсь, вы тоже всех добрых любите, но что-то мне задонатил при поддержке. Читаю, это Маширо, ты уже ударение даже пишешь на Маширо, да, я уже запомнил. Ну, хотелось, так, хотелось одно АМИВИ заказать, но попалось это, и я не могу перестать его смотреть. Это просто невероятно красиво, что видеоряд, что подобранная музыка. Ссылочка, может, будет три видео, но, может быть, будет три. Значит, переходим по этой ссылочке. Вот она у нас, эта ссылочка. Сейчас, друзья мои, надо сделать вот так вот, чтобы мы видели всю красоту, все изобилие сейчас, парни и девочки, кто смотрит на меня. Респект каждому, друзья мои, вот так вот. Вот так вот красивее, вот так вот намного лучше. Вот это я понимаю, вот это хорошо. Значит, вот у нас... Обновим страничку. Ой-ой-ой-ой-ой, первая секунда, музыка-то уже далась на высоте, да, грустный оттенок. Оттенком пахнет, это хорошо. Значит, у нас канал Акира на Итоу, хорош, я ставлю лайк за старание, 82 600 подписчиков у Акира, Акира, прошу прощения, Акир, красавчик. Почти миллион просмотров, 12 марта 2018 года работа, и это хорош, хороший показатель. Значит, это называется Ами Ви, я гибну лишь от мысли, что я все потеряю. То есть, интересно, уже можно о чем-то подумать, даже несмотря на то, что мы не смотрели этот ролик, а просто вот от того, что мы прочитали. Я гибну лишь от мысли, что я все это потеряю. Ну, могу, могу, наверное, вот мы смотрели предыдущий ролик, там, собственно, девочка отдала жизни за мальчика, чтобы мальчик жил. И вот здесь тоже я гибну лишь от мысли, что я все это потеряю. Наверное, речь идет от той самой девочки, которая по-настоящему любит и не хочет терять, собственно, как и любой нормальный человек, который любит какого-то человека, да. Он никогда не хочет никого терять. И вот здесь вот реально он даже боится этих мыслей, что может кого-то потерять этого человека. Ему страшно. И, естественно, он боится. И сейчас мы будем смотреть. Поначалу, вот за первую секунду я уже услышал музыку. И эта музыка уже, знаешь, дает мне понять, что будет что-то прекрасное, да. Потому что, в принципе, когда идет грустная музыка, всего две минуты, кстати, идет вот эта вот работа. Когда вот такая музыка начинается, дает нам понять, что будет грустный под смысл. Так еще, если название такое гибну лишь от мысли, что я это все потеряю, то еще груще становится, да. И, судя по картинке, вот на этой первой секунде уже какая-то такая грустновая атмосфера. По музыке грустновая атмосфера. А где грусть, там, в принципе, и мурашки. Там, в принципе, и эмоции какие-то, да. Потому что грустные эмоции это всегда какая-то вот мурашеское состояние. Не знаю, не для всех, но для таких, как я, Смашира, наверное, Машира, конечно. Для таких, как я, Смашира, естественно, нам такое нравится. Нам такое нравится, мы любим такую музыку. Ну, и веселенькое тоже иногда что-то донадо. Послушайте, что-то в последнее время одни грустные ролики. Я попробую, наверное, в субботу. Не знаю, когда эта реакция выйдет. Но в субботу попробую выпустить ролик, который был записан еще очень давно. Когда как-то больше позитива, не знаю, было. Вот ту реакцию попробую в субботу выпустить, чтобы вы хотя бы настроение подняли себе. А то все время у нас грустные эмоции. Ну, да ладно, грустные эмоции тоже должны присутствовать в моих реакциях. На весь экран, само собой, Машира. Огромное тебе спасибо за заказ. Кто хочет меня поддержать, ссылочку на Вики в описании, друзья мои. Всем всего самого наилучшего, добра и мира. Я желаю каждому, естественно. Я люблю всех добрых людей на этой планете. Надеюсь, и вы тоже их очень-очень любите. И потерять их, боюсь, ни в коем случае не хочу терять добрых людей. Плохие пусть уходят, а вот добрые пусть остаются всегда. Ладно, 9 минут 6 секунд. Погнали, смотрим, что да как здесь будет разворачиваться. Я уже в предвкушении. Давай. Весна, шла весна, понимаете, друзья мои. Шла весна, значит, у нас некий такой пересказ. Шла весна, была прекрасная пора. Мальчика было настроение, ну такое, друзья мои, ну такое. Знаешь, у всех бывает такое настроение, какая-то, не знаю, тишина в душе, что ли, да. И вот прекрасно весной он встречает ту самую, наверное, единственную прекрасную, которая, черт возьми, идеальна. И для него она навсегда остается в его глазах, в его сердце. И вообще она везде. И она теперь всегда с ним. И мне кажется, о ней будет идти речь. В том плане, что, собственно, ради этой девушки он готов идти на все. И потерять ее, это будет катастрофа. Это будет катастрофа невероятных масштабов, которые он не хочет допустить просто. Но судя по тому, что мы уже увидели, столько эмоций у них будет вместе. Этот бассейн, какие-то там друзья-недрузья, как он туда прыгал с разгону, как его туда... Ну, это все красиво, это потрясающие истории. И в реальной жизни такие же истории тоже присутствуют. Потрясно, мне все нравится, идеальное начало. Очень красивое аниме, судя по кадрам. Такая, знаешь, еще в Вегасе, или где он делал ролик. Монтаж такой сделал шикарный, да. Музыка грустная наслаивается на эти слова. То есть все для того, чтобы дать эту универальную атмосферу. Автор постарался на славу. Молодец. Давайте смотреть, что дальше. Очень интересно. Каждый день все одно и то же. В глубине души я скучал. И вот... Весной... Я... Встретил девушку белую, как снег. Закройте все окна, Заприте все двери. Мне нужно немного Приди на мгновенье, Я обниму тебя, Прижму к себе и скрою от мира, В котором буду однозначно Лишь с тобою счастливым. Ну вот, понимаете, да. Уже первая мысль. Такие вот. Вроде... Мальчик, парень Исполняет песенку, да. Песенку из самой души. То есть... Понятно, что он, наверное, Сочинил ту песню, наверное, Из-за ситуации, которая у него в жизни Или произошла, или же происходит. Но, наверное, Невозможно создать творение, да. Которое будет вызывать слезы у некоторых людей. Атмосферу грусти у некоторых людей. Вот просто без состояния такого. Хотя могу очень сильно ошибаться. Что касается того, что услышал. Ну вот. Представляете, насколько огромен мир, да. И в этом мире сколько людей. Ну вот. 8 миллиардов людей, да. Казалось бы. Или уже больше, или еще меньше. Я не знаю. Я не знаток по этим... По этим показателям. Но все-таки он огромен. Он невероятно большой. И вот в этом огромном мире есть тот самый человек. Ради которого вы... Точнее, которому вы готовы сказать. Я тебя люблю. И он всего один в этом мире. Понимаете? Один всего лишь в этом мире. И когда вы его найдете. Для вас, по сути, весь мир не будет играть никакой, Так сказать, речи. Никаких мыслей не будет. Вы готовы вдвоем спрятаться. В каком-нибудь маленьком уютном здании. Домике. И жить эту жизнь. Несмотря на то, что вокруг вас еще... Ну, практически там 8 миллиардов людей. А в аниме-индустрии может быть еще больше. Потому что сколько аниме, сколько там персонажей. Это же вообще просто грандиозность какая-то, да? И вот он встретил того человека, С которым он, собственно, и готов закрыться. Где угодно. От всего мира. И просто кайфовать друг от друга. Кайфовать от этой невероятной атмосферы. Все из-за того, что он полюбил этого человека. И, конечно, этого человека он терять не может. Потому что если он потеряет этого человека, Как, собственно, ему одному-то жить? Одному скучно. Одному неприятно. Одному грустно. Одному не атмосферно. Любви нету. И придется искать кого-то еще. А как найти еще кого-то, если у тебя в воспоминаниях вот здесь вот та самая? И еще раз мы можем перейти на реальную жизнь. Потому что в реальной жизни, в точь-точь, такие ситуации бывают. Когда, собственно, ты нашел ту самую единственную. У вас все просто прекрасно, замечательно. И случается какая-нибудь хрень. Случается тот самый случай, который вас просто разлучил. Несчастный случай, катастрофа, все что угодно. И вот вы уже один в этом мире. И вы не можете заменить этого человека никем. Из-за этого депрессия, мысли в голове просто очень плохие. И вы можете сами уйти из этого мира за своей половинкой второй. Потому что что вам делать в этом мире, если у вас нет этого человека? Найти такого же человека невозможно никак. Никак невозможно найти. И вот как эти люди переживают эти все невероятные эмоции, которые у них в душе. Я не знаю. У этих людей должны быть друзья. Потому что если у них нет друзей и не с кем будет поговорить на этой тематику, то он пропадет. Он пропадет, этот человек из этой жизни. Сто процентов. Миллиард процентов, что он пропадет. По-другому, в принципе, друзья мои, я не знаю. И есть такие реально в жизни ситуации. И те, кто переживает эти ситуации, это люди с невероятно железно-бетонным, не знаю, подкоркой, не знаю, характером. Потому что не каждый человек сможет это пережить. Потому что, вот, представляете, да, ну... Я, по крайней мере, у меня не было этого чувства, да, понимаешь, любви. Но я думаю, у вас, у кого есть это чувство, вот, можете написать в комментариях. Если, может быть, не дай бог, у кого-то была такая ситуация, потеря любимого человека. Как это возможно пережить? Для меня это загадка. Для меня это закрытая дверь. И я бы не хотел эту дверь открывать. Но если же у вас, не знаю, может быть, не у вас лично, а у ваших друзей, у знакомых были такие ситуации. Да, мир все-таки большой, земля большая. И такие ситуации случаются. Если у вас есть такие знакомые, напишите, как они справлялись с этой драмой. Как они справлялись с этими эмоциями. Это же невозможно. Это невозможно, наверное. Вот такие мысли у меня вызывает эта песня с самого начала, понимаете? Что дальше-то будет? Невероятно. Потрясающе. Ну, чувствуется, да, чувствуется, когда песня поется от самой души. Молодец, автор, умница. Let's go дальше. Закройте все окна, заприте все двери. Мне нужно немного прийти на мгновенье. Я обниму тебя, прижму к себе и скрою от мира, в котором буду однозначно лишь с тобою счастливым. Да, я знаю, часто я бываю банкротом и подолгу очень пропадаю в аэропортах. Но к черту грозы дожди, ты себе солнце зажги, и я вернусь скорее. Обещаю, просто дождись. Ну, потрясающе. Здесь идет речь о том, что у любящих людей, естественно, есть некая такая, знаешь, в душе груз ответственности, что ли, да? Даже когда он уходит там на работу, погулять и так далее, все равно в нем есть эта искра. И эта искра не погасает ни на секунду. Конечно, может отвлечься человек, там, не знаю, разговор с другом, катка в Counter-Strike или же еще что-то, да? Ты отвлекаешься на эти дела, но после этого ты все равно зажигаешь эту свечку, которая так горела изначально. И все равно идешь к своей любимой и пытаешься с ней находиться всю свою жизнь, каждое мгновение и кайфовать от того или иного человека, с которым вам приятно. Это, конечно, потрясающе. Просто зажги и жди, я все равно за тобой приду. Нам всегда будет хорошо. Отлично, мне нравится. В аэропортах, но к черту грозы дожди, ты себе солнце зажги, и я вернусь скорее, обещаю, просто дождись. Все эти алкатусы, жалкий мусор, больше не надо. Виски, деньги, два ствола, лайфстайл в прошлое канул. Так бывает, жизнь трудна и оступается каждый. Но точно знаю, что сапер не ошибается дважды. Ну, 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 это, конечно, талантливо написано, молодец. Здесь, так сказать, на прошлое посигнул, что Алкомаркет, вот эта вот вся предыдущая жизнь, которая была у него до нее, он, конечно же, готов это все, так сказать, бросить, откинуть. Потому что, черт возьми, из-за своих глупостей можно потерять человека, с которым тебе кайфово. И мне кажется, те люди, которые действительно не хотят потерять ту или иную особую девушку, с которой ей очень хорошо и приятно, они, мне кажется, могут отказаться от своих давних привычек, которые, черт возьми, тянут их якорем на самое дно этой жизненной цепи. Потому что не бросить и курить, она может просто отказаться и так далее, и с питьем, и со всем остальным. Это к любым вот этим вот вещам относится. Красиво написано, вот про это саперство. Блин, ну замечательно, молодец. То есть автор, черт возьми, сюда харизму вот эту вот смог запихать, и у него это очень хорошо получается. Молодец. Талантливо написано очень. Атмосферно написано очень. Вот я не понимаю, почему такие песни я опять же не слышал раньше. Вроде, кажется, я грустную музыку любитель послушать, но эту песню не слушал опять же, понимаешь? Вот опять, Машера мне рекомендует, и я все время открываю для себя новые треки, новые песни, новые голоса, новые эмоции. Хотя, казалось бы, русская песня, я русские песни слушаю, я слушаю русские песни грустные, я слушаю русские песни грустные, но эта песня мимо меня пролетает. Как так возможно, я не понимаю. И в-третьих, все-таки каков же огромен интернет, что это Амиви я не видел, эту музыку я не слышал, и я все время поражаюсь от всего, что я нового слышу. Так что никогда не забывайте, и всегда пишите в комментариях, или же присылайте по донатику мне какие-нибудь новые работы, которые я никогда не видел и не увидел бы без вас. И вы бы, и вы тоже открываете глаза другим, кто посмотрит эту реакцию, такой увидит эту песню и поймет, черт возьми, я что-то тоже песню не слышал. И теперь эта песня, говорит, залетает ко мне в плейлист и к другим в плейлист, и они под настроение будут ее тоже включать. И это поразительно. Так что, Машера, огромное тебе спасибо, молодец. Мусор больше не надо, виски, деньги, два ствола, лайфстайл в прошлое канул. Так бывает, жизнь трудна, и оступается каждый, но точно знаю, что запер не ошибается дважды. Вдвоем мы ждали, когда же прошлое станет забыто. Вперед не уедешь, смотря лишь в зеркало заднего вида. Интересная мысль, вперед не уедешь, если смотреть в стекло заднего вида. Ну, естественно, надо, 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 так сказать, не оглядываться назад, чтобы впереди все было замечательно. И вот это вот хорошо, мне нравится, как он еще вкладывается вот в эти слова, да. Бум, харизму-то она наводит, харизму наводит, так стреляет своим оружием в виде голоса прекрасного. Молодец, молодчина. Мне нравятся его ассоциации, мне нравятся его мысли. То есть, человек хорошо пишет свою музыку и делает это просто потрясающе. Сапером, вот с этим задним видом. Очень много прекрасных слов здесь сказано. Молодец, молодец. Посмотреть бы хотел оригинальчик, да, посмотрите, может быть, есть там, как он в студике эту музыку исполняет, да, на эмоции живые. Но с Амивишкой, да, вот с этой очень хорошо все подходит. Изумительно, я бы сказал, да. Молодец, молодец. И Машер, это огромный молодец, что, черт возьми, нашел этот шедевр. Как ты нашел это, я даже не представляю. Как вы вообще находите Амиви в интернете? И вы что, просто набираете Амиви? И вот вам это выскакивает? Так, почему, если я наберу, мне такое не выскочит? Не знаю, как это работает. Напишите в комментариях, как вы находите эти шедевры. Будет интересно почитать, само собой. Попается дважды вдвоем, мы ждали, когда же прошлое станет забыто. Вперед не уедешь, смотря лишь в зеркало заднего вида. Ты меня понимаешь и поддержишь, не донимаешь так, как прежде. Те, на кого пали все надежды, за это знаешь. Спасибо. Спасибо за все. За все эти эмоции, которые подарены. Понимаешь? Она, любимая, терпит тебя и таким, и таким. Но все из-за того, что она тебя очень сильно любит. Ну и естественно, ты тоже должен делать шажки к ней. Потому что это терпение может рано или поздно закончиться, друзья мои. Так что, если вы запускаете много ошибок в каких-то отношениях, да, конечно. Кто я такой, это вообще говорит, да, кто я такой? То тоже подумайте головой, блин. Нехорошо это, нехорошо. Интересно, хорошо написана песня, да. Понимаешь и поддержишь, не донимаешь так, как прежде. Те, на кого пали все надежды, за это знаешь. Спасибо. Когда мы взлетаем, когда мы взлетаем, я вновь дышать могу, и ряд вокруг становится раем. Просто когда мы взлетаем, когда мы взлетаем, я гибну лишь от мысли, что я это все потеряю. Вот они эмоции, друзья мои. Опять же, мурашечки по коже пошли. Блин, какая конченая камера, ничего там не передаст, наверное. Короче, мурашки пошли от припева. О, молодец. Вот это вот просто, когда ад становится раем, просто у меня что-то прорвало. Это хорошо было сделано, это было хорошо. Но я говорю, я тоже, наверное, за эти мысли, если вы нашли того самого человека, с которым у вас настоящее отношение любви, а не вот просто там какая-то мимолетная, не знаю, страсть и так далее, да. То вам действительно, наверное, этот мир открывается в новых, не знаю, цветах, что ли. Можно так, наверное, сказать, да. Потому что реально у меня есть случай в жизни, собственно, мои друзья. И вот у них, они когда находились в отношении любви настоящей, они горели, понимаешь? Они светились новыми эмоциями. Ты с ним разговариваешь, и он светится, он счастлив, понимаешь? Он счастлив. И реально вот то, что он поет, это, наверное, согласен с этим. Конечно, я не могу судить, пока у меня вот такого самого, в принципе, не было, вот этой любви и так далее, да. Но мне почему-то кажется, что это реально, когда вы встречаете любимого человека, прям любовь свою, то для вас мир раскрывается в новых масштабах. И там, где было сыро и грустно, там теперь весело и хорошо купаться, там можно замечательно. Где вода была холодной, она была холодной, действительно, она стала горячей и теплой. Потому что когда вы вдвоем туда ныряете, уже в плане эмоций вам становится комфортней. Ну, потрясная песня. Еще раз припевчик хочу послушать. Давай. Спасибо. Когда мы взлетаем, когда мы взлетаем, я вновь взлетаем, я вновь дышать могу, и от вокруг становится раем. Просто когда мы взлетаем, я вновь взлетаем, я вновь дышать могу, и от вокруг становится раем. Просто когда мы взлетаем, я гибну лишь от мысли, что я это все потеряю. Не, ну молодец Собственно, и автор молодец И создатель Амиви тоже умница То есть, вообще красавчик Акира Наита Просто, мое почтение Сделал очень красиво Потрясно, атмосферу передал замечательно Что касается самой песни Вообще балдеж Вообще балдеж Я думаю, подойдет людям, которые Находятся в таком состоянии Полу грусти, так сказать Да, мне кажется, эта песня может их вытащить Из этой бездны, потому что она потрясна Да и просто всем, кому нравится Такой жанр, мне кажется, эта песня Вообще зайдет на ура Что касается самой песни, ну это блистательная песня О любви Блистательная песня о эмоциях И песня о том, что Самое страшное в этой жизни Когда вы кого-то полюбили, потерять его Потому что это просто Грандиозная несправедливость Которой никому не пожелаешь Потому что когда вы смотрите на людей Которые Испытывают друг другу Чувства Настоящие чувства А не вот это вот Фальшивость Вот это вот Не знаю Вот это вот все, что я вижу иногда Да Какие-то Непонятные ситуации Жизни Да, я даже не буду о них говорить Они не стоят этого Это, конечно, все Фейк Твинг Ненастоящие И никакой любви Там даже речи нет А вот Когда вы видите Настоящую любовь У людей Взаимную Когда они смотрят Друг на друга И у них Глаза светятся Они просто Испытывают эту эмоцию Эту страсть Да То вот Просто за них страшно Что эта страсть Может рано или поздно Погаснуть Да, не дай бог Или же Вот такая ситуация Случится Что не дай боже Вот просто что-то случится И кто-то потеряется В этом мире Трагедия произойдет Все что угодно И вот Человек один останется Или девушка Или мужчина Абсолютно не имеет значения Потому что Потерять любимого человека Мне кажется Это просто Я не знаю Как это пережить можно И многие случаи Суицидов Вполне допускаю Были поэтому Потому что Уходит По нелепой Случайности Вот Ну просто Банальный пример Из жизни Который происходит Каждый божий день Друзья мои Каждый божий день Такая ситуация происходит И мы ни хрена Не можем с этим Поделать Потому что Дебилов на дороге Настолько много Что мы не можем Это никак контролировать Это никто из нас Не может контролировать Просто банальный пример Вот вы просто понимаете Даже у меня на глазах Помню Была такая ситуация Я не знаю Я не копался в этом все Да Вот просто Ты идешь по дороге Переходишь Пешеходный переход Ты приехал На автобусе С города Допустим Да Ты переходишь Пешеходный переход И просто Какой-нибудь Алкаш Конченый Мудак Тварь Скотина Последняя Гнилище Полное Сбивает Девушку Понимаете Сбивает Девушку И все Минус Один человек С нашей земли С нашей экосистемы Этот алкаш Просто выходит из машины Ни хрена не понимая Просто падает И блядь В сон И все И потом подлетает мужчина Который Скорее всего Или муж Или просто Любит эту девушку Да И это одно и то же Короче Тот человек Который любит этого человека Он ее потерял Все Ее больше нету В этом мире Понимаешь Ее больше не существует И вот она пропала Из его жизни Как ему теперь жить И Что делать с этим алкашом Вот какого хрена Ты алкаш Ездишь Бухой По дорогам Сыбался Нахуй от себя Просто Я ненавижу Таких мразей Просто я Я терпеть ненавижу Вот эту несправедливость Глобального масштаба Когда просто Ни в чем не виноватые люди Страдают И умирают Из-за того Что просто Какой-то алкаш И алкаши ездят Там то остановку Собьют С просто Не знаю Десятками людьми Да И так далее И так далее И так далее Их примеров Просто миллионы Я ненавижу Несправедливость И вот просто Здесь Эта песня о том Что вот Самое главное Это не потеря Самое главное Не потерять Свою любовь И это самый большой страх Любовных пар Потому что Если вы потеряете Ту или иную девушку То это пережить Будет очень сложно Или же Девушка потеряет мужчину Одно и то же Да До мурашек песни Пробило До мурашек В припеве Это просто Очень хорошо Я с вашего позволения Еще раз хочу Переслушать Без топов Насладиться Этой невероятной Атмосферой И погрузиться В этот ролик Амивишной И музыкой Само собой Потому что Это просто Вау Красиво Элегантно Потрясающе И написанный Текст отличный Картинка Амиви Сделанная Невероятная Все это Как в одно целое Сошлось И сделано Просто Гигантским Масштабом То есть До мурашек До мурашек Если песни вызывают Мурашки То это уже хорошо Да Поехали еще раз Каждый день Все одно и то же В глубине души Я скучал И вот Весной Я Встретил девушку Белую как снег Закройте все окна Заприте все двери Мне нужно немного Прийти на мгновенье Я обниму тебя Прижму к себе И скрою от мира В котором буду Однозначно Лишь с тобою Счастливым Да, я знаю Часто я бываю Банкротом И подолгу Очень пропадаю В аэропортах Но к черту Грозы дожди Ты себе солнце зажги И я вернусь скорее Обещаю Просто дождись Все эти алкатусы Жалкий мусор Больше не надо Виски, деньги Два ствола Лайфстайл В прошлое канул Так бывает Жизнь трудна И оступается Каждый Но точно знаю Что сапер Не ошибается Дважды Вдвоем мы ждали Когда же Прошлое Станет забыто Вперед не уедешь Смотря лишь В зеркало За заднего вида Ты меня понимаешь И поддержишь Не донимаешь Так, как прежде Те, на кого пали Все надежды За это знаешь Спасибо Когда мы взлетаем Когда мы взлетаем Я вновь дышать могу И ряд вокруг Становится раем Просто когда мы взлетаем Когда мы взлетаем Я гибну лишь от мысли Что я это все потеряю Когда мы взлетаем Когда мы взлетаем Я вновь дышать могу И ряд вокруг Становится раем Просто когда мы взлетаем, когда мы взлетаем, я гибну лишь от мысли, что я это всё потеряю. Но она шикарная, мне нравится такое, что Машира, Машира, просто Машира, ну ты как всегда планочку поставил на невероятный уровень, и теперь просто ты ниже этой планки никогда не падаешь. У тебя все песни хороши, у тебя все MV замечательные, и всё всегда приятно слушать, наслаждаться этим. Вот ещё одна работа, которая, чёрт возьми, трогает тебя до глубины души, и от которой ты испытываешь вообще огромное удовольствие, и от которой можно невероятно подумать. Я желаю каждому найти любовь, свою настоящую любовь, а не вот это вот всё, да, прям настоящую любовь, чтобы вот вам с этим человеком просто вот вы невероятно кайфовали от этого. Всем желаю любви, всего самого наилучшего, автор, красавец, что написал музыку красавец, что сделал MV красавец. Просто огромный респект за эти эмоции, вообще фантастика. Эта песня залетает ко мне в плейлист, всем добра, всем позитива, Машира, огромное тебе спасибо. Если хочешь, заказывай ещё что-то, надеюсь, у тебя всё поправится, всё будет хорошо. Всем всего самого лучшего, добра этому миру, люблю всех добрых людей, надеюсь, вы тоже их любите. И к пору с вами прощаемся, это была грандиозная, фантастическая работа с невероятно прекрасным и красивым смыслом. До новых встреч, друзья мои, и к пору с вами прощаемся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok